Наверняка вам доводилось слышать вопрос «Если Бог сотворил мир, кто же тогда сотворил Бога?» За поверхностной наивностью этого вопроса скрыт весьма глубокий философский принцип. «Из ничего не получится нечто. Абсолютное ничто не может быть причиной чего бы то ни было. Никто не может породить ничего. Ничто не может породить что-то. Если когда-то не было ничего, то и сегодня ничего не должно быть. А раз что-то существует сейчас, значит что-то существовало всегда. Таким образом, наличие зависимого, ограниченного и конечного бытия доказывает существование Бога». Рассуждения, основанные на этом принципе, получили название космологических аргументов от греческого «космос», «мир», «порядок», «устройство». Четыре из пяти путей Фомы Аквинского относятся именно к этой категории. В частности, второй путь может быть сведен к такой последовательности рассуждений. «Ничто не может быть причиной собственного существования», поскольку для этого нужно было бы существовать прежде собственного существования. А это невозможно. Второе. Бесконечная последовательность причин невозможна, потому что если существует самая первая причина всего ряда, то и весь ряд не имеет причины для существования. Следовательно, существует первая беспричинная причина всякой причинности. Она и называется Богом. Еще одна интересная форма космологического аргумента представлена третьим из пяти путей Фомен Квинского. Она основывается не на причинности, а на возможности и необходимости. Первое. Известные нам предметы могут существовать, а могут и не существовать. Их существование имеет начало и конец. Это так называемое возможное существование. Но если бы все сущности были только возможными сущностями, они могли бы все не существовать одновременно. Но тогда не существовало бы ничего, поскольку только то, что уже существует, может дать начало чему-либо еще. Ничто не может породить нечто. Следовательно, должна быть сущность, чье существование необходимо. Сущность, которая не может не существовать. Сущность, которая никогда не возникала и никогда не перестанет быть. Этой сущностью и является Бог. Концепция, заложенная в основу антологических аргументов, потрясающая. Если существует хотя бы что-то, что могло бы и не быть, будь то травинка, букашка, правитель, младенец, мы с вами, значит, существует и нечто, чего не быть не может. Однако, давайте вернемся к исходному вопросу. Если Бог сотворил мир, то кто же тогда сотворил Бога? Наивность такой формулировки в предположении, что все сущее может быть временным, случайным, необязательным. Но в том-то и дело, что, как мы уже убедились, если что-то существует сейчас, значит, что-то существовало всегда. А то, что существует всегда, не имеет начала и в причине не нуждается. Субтитры создавал DimaTorzok